Добрый день! Меня зовут Галина Юрьевна Ярославова, и я являюсь заведующей сектором психологии деструктивных проявлений Научно-исследовательского центра мониторинга и профилактики. Сегодня я бы хотела обсудить с вами тему профилактики суицидального поведения у подростков. Пубертат это мощный этап развития у ребенка. Это резкий эмоциональный и гормональный всплеск. Подростку кажется, что он уже все знает, при этом сам он недооценивает те жизненные ситуации и те риски, с которыми он сталкивается. Ребенок в пубертате протестует, отметая все те требования, которые к нему предъявляют взрослые, как педагоги, так и родители. Взрослые порой обесценивают это детское недопонимание, говоря в ответ, ты еще такой глупый, ничего не понимаешь в этом, оставляя ребенка одного в своей тревоге и добавляя к ней чувство неполноценности и стыда. Но ведь ребенок действительно мало чего знает об этом и ему страшно ничуть не меньше, чем взрослому. Подросток, интересующийся темой смерти, совершенно нормальный ребенок, которому очень не по себе от этих новых взрослых открытий. У него очень много вопросов, страхов и опасений, связанных с этой темой, которые он обязательно задаст. Вот только кому? Тому, кому доверяет, кто готов отнестись к нему серьезно и с уважением, признать его чувства и будет готов открыто поделиться своими чувствами и мыслями на эту тему. Будет ли это родитель, во многом зависит от самого родителя. Искренне убеждена, что это должен быть взрослый человек, а не анонимные группы, посты или странички в интернете, содержание которых часто бывает очень далеко от истины. Один из наиболее серьезных факторов суицидального риска у подростков это изоляция, одиночество. Важно не оставлять без внимания ситуации, когда ребенок внезапно и надолго, более недели, становится замкнутым, необщительным, подавленным без видимых на то причин. Отсутствие эмоционального контакта, душевного тепла внутри семьи это то, что также оставляет ребенка наедине с его проблемами и страхами. Серьезным фактором риска также считается буллинг, другими словами травля в школе или в детском коллективе. Это продолжительное, намеренное, эмоциональное или физическое насилие группы детей по отношению к одному конкретному ребенку. Такие вещи ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Травля это то, что одному ребенку перебороть не под силу. Эту проблему могут и должны решать взрослые. Суицидальное поведение это широкий спектр проявлений, связанный с уходом из жизни. От мыслей и высказываний до попыток покончить с собой. Существуют общие черты всех суицидов. Давайте их перечислим. Общей целью всех суицидов является нахождение решения. Общая задача всех суицидов прекращение сознания, прекращение невыносимой психической боли. Общим стимулом при суициде является невыносимая душевная боль. Бегство от нестерпимых чувств и неприемлемых страданий. Общим стрессом при суициде являются нереализованные, заблокированные психологические потребности. Общим внутренним отношением к суициду является двойственность чувств, другими словами амбивалентность. Подросток чувствует потребность лишить себя жизни и одновременно желает спасения и вмешательства других. Общей суицидальной эмоцией является беспомощность. Общим состоянием психики является туннельное сознание, заключающееся в резком ограничении выбора вариантов поведения. Общие действия при суицидальном поведении это бегство. Если вдруг вы родитель и понимаете, что вы ни при каких обстоятельствах не сможете поговорить на такие темы с ребенком, но вас что-то тревожит в его поведении, обратитесь к специалисту-психологу. Это можно сделать очно, к школьному психологу, частно практикующим специалистам или позвонив на линию детского телефона доверия, которая работает круглосуточно и без выходных. А помощь оказывается бесплатно. Детский телефон доверия 8 800 2122. Детям нравится выглядеть взрослыми, но не меньше этого их поддерживает наличие возможности обратиться за поддержкой к родителям, когда тяжело. Или просто услышать добрые, ласковые слова «Какой же ты у меня молодец! Я так рад, что ты у меня есть! Я тебя люблю!» В семьях, где друг с другом разговаривают и, что не менее важно, стараются услышать мнения и взгляды друг друга, действительно вероятность суицида гораздо меньше. Признаков, которые однозначно указывали бы на суицидальные намерения, достаточно много, но важно помнить, что один из признаков еще не означает, что ребенок думает о смерти. Среди таких признаков могут быть резкое изменение поведения ребенка, был общительным и замкнулся, забросил привычный круг друзей, изолируется от семьи и близких, а либо наоборот апатия, потеря аппетита, либо наоборот резкое его усиление, проблемы со сном, стал спать очень мало, либо готов спать сутками без видимых на то причин. То есть любые значимые изменения на психофизиологическом уровне. Также это может быть утрата интереса к видам деятельности и вещам, которые были смыслом жизни, например, спорт, хобби, учеба. Проговаривание фраз, прямо или косвенно указывающих на мысли о смерти. «Если я умру, всем станет только лучше. Скоро вам всем станет легче без меня. Лучше бы мне и не рождаться вовсе. Мне все это надоело. Хочу избавиться от всего и сразу. Лучше бы я умер» и другие подобные фразы. «Повышенный интерес к теме смерти, переходящий в ажиатированность и навязчивость, раздача ценных вещей, игрушек, прощания с близкими, намеренные самоповреждения, например, порезы, ожоги, проколы и что-то подобное, тяжелые утраты и потери, смерть близких друзей или родственников, особенно в результате суицида. Эти события ведут к серьезному кризису ценностей и жизненных установок. Важно соблюдать золотую середину. С одной стороны, не давить на ребенка с допросами о том, что с ним, но и не оставлять в одиночестве. Самая, пожалуй, приемлемая фраза тут – то, что происходит, очень тяжело. Ты важен мне, и я хочу, чтобы ты знал. Ты можешь поговорить, помолчать, поплакать со мной тогда, когда ты этого захочешь. Спасибо за внимание.